Добрый вечер, уважаемые телезрители живого телевидения! Я рад вас приветствовать в литературном клубе «Подвал номер один». Сегодня у нас очередная передача, и эта передача не совсем обычная, поскольку у нас программа «Букинг», а сегодня выступает перед нами музыкант-импровизатор Игорь Концелус. Правда, я должен сказать, что Игорь не только музыцирует, но он делает многое другое. И самое главное, я, познакомившись с ним, убедился, что он интересный философ, и даже написал книгу, но мы об этом поговорим позже. Сейчас мы приступаем к знакомству с Игорем как с музыкантом. Игорь Концелус Игорь Концелус Субтитры подогнал «Симон» 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 в стиле баха вот ну и как я для себя это вот открыл у него а техника это терции значит любую ноту берешь и в другом волосе ли в другой руке нужно брать от нее терцию вот и сначала это очень просто а потом оказывается что вот если ты о чем-то надумаешь или переживаешь ты можешь находить такие отверстие что со стороны потом слушатель когда слушает вот он даже представить себе не может насколько это просто потому что там включается какая-то тайна и вот это вот как раз вот я вам продемонстрирую это я просто тупо сидел левой рукой нажимал любые ноты правой пытался к ним находить отверстие снизу или сверху а потом я проникся каким-то чувством какие-то мысли уже ты не думаешь игорь вам нужно про школу открывать импровизации вы можете легко научить импровизировать мне кажется ну в школе я работал этого импровизацию вел но можно в школах есть преподаватель такой вот импровизации когда у нас есть ставки в но как они работают я не знаю потому что я ни разу не присутствовал но я-то имел ввиду только вот ваш подход мне кажется этого можно научить человек да да но я даже больше расскажу но у меня такое впечатление что преподаватели губят детей почему потому что дети приходят и начинают на уроках выдумывать преподаватель так как он должен ну к определенному числу там четверть заканчивается он у него есть программа какие произведения ученик должен выучить если он будет пощадь ученика он же не выучить эти пьесы вот и он вот вынужден ему ну вот как он бит струпа помните да вот он значит вынужден ему по рукам бить он не импровизировал а живу на человека и добивает у ребенка любовь к музыке ну вот я сейчас хочу показать вам одну лисичку а и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я делал DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Вы хотите, чтобы я это представил, или вы сыграете? Нет, я сыграл. Субтитры подогнал «Симон» Симон 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 «Симон» Я заметил, и многие музыканты говорят, что когда начинаешь день с баха, получается всё. Когда начинаешь день с джаза, потом не получается ничего. Интересно. Это у всех? Ну, у всех с кем вы сталкивались? Да. Я сомневаюсь, что многие из моих знакомых джазманов день начинают с баха. Мне кажется, они импровизируют просто постоянно. Так, мы сейчас перейдём к джазу, я так уже понял. Нет, я не знаю. А вам есть что рассказать? Ну, вообще получилось как-то так интересно, что в жизни я сначала прикоснулся к Абаху, потом, ну, классика Архмайна, Моцарт, Скрябин, потом пришли Битлз. И как я не упирался, не сопротивлялся, они меня покорили. И я даже работая в школе, сделал программу по Абитлз, вообще образовательную. И мы на уроках слушали, опели даже их песни на английском языке. И был у меня там 11 класс, вот мальчики выучили yesterday на пианино играть. Представляете, деревенские пацаны, которые, у них инструментов дома нету. А как они выучили, я не представляю себе. Но они выучили в левой руке аккорды, в правой руке мелодии. И они выучили и сдали мне этот экзамен. Я был просто потрясен. Так, ну, а потом, значит, народная песня «Джаз» пришёл. И как-то вот оно, то, значит, Архмайна у меня идёт, то народная песня, то «Джаз». И вот однажды был такой удивительный жизненный такой эпизод, когда жизнь уже треснула, и, ну, в общем, я уже на стройках работал, вот, ну, там, с детьми проблемы, вот. И решил с музыкой распрощаться, потому что, ну, в общем, уже жизнь уже, в общем, пройдена, вот сил нет, руки, в общем, там уже покалечены. И вдруг вот я для себя там от тоски начал, значит, наигрывать сборничек Дюка Эллингстона. И до того заигрался, что понял, что у меня, собственно, концертная программа получается. И я напросился на вечер, значит, во Дворце культуры. Ну, там рояль у них есть, вот. Ну, в общем, приехал я в 7 утра, а концерт назначен был на 4 дня. Ну, и на стройку там, где я работал, пошёл там отдохнуть, значит, ну, там у меня матрас, ну, такой хороший там, в общем, всё это хорошо. И я, значит, пришёл, разделся, вот, туфли так аккуратненько поставил, брючки повесил, ну, всё-таки, вот, музыкант живёшь, не просто так. И лежу, значит, солнышко такое выходит, вот, но я ночью не спал и уснул, как, ну, младенец просто. И снится мне, значит, сон какой-то боевик, что, значит, там бандиты какие-то, стрельба какая-то, значит, там погоня, кого-то там хватает, что-то там. А потом вдруг я начинаю понимать, что это мне не снится, а что это проходит со мной наяву, значит, меня тащат за ногу куда-то, значит, там матюки какие-то. И в конце концов, я когда пришёл в себя, значит, обнаружил, что сторож из бывших каких-то там зэков, ну, видимо, у него приступ был белой горячки или чего, значит, он тащит меня за ногу с матюками, сбросит меня в проём, ну, с второго вот этажа, значит, вниз. Ну, и уже вот началась у нас битва, значит, с ним, значит, он пытается сбросить меня, а, значит, я должен и за себя бороться, и чтобы это его не столкнуть, и чтобы нам вдвоём не упасть. В общем, когда это всё закончилось, у меня были выбиты, значит, все пальцы, вот, разодрано лицо просто в кровь, и, в общем, это был ужас, конечно, вот. И, ну, там, в общем, до трёх часов я кое-как вот умылся, там, справился с собой, и, значит, сижу и думаю, что делать, вот, идти на концерт или как, чего? Ну, в общем, пошёл, там, конечно, девчонки говорят, какой там концерт, вам надо в скорую помощь, значит, идти. И я так подумал, что вот я должен сейчас, значит, выйти на сцену и испытать, значит, позор для того, чтобы вот навсегда покончить с музыкой, потому что так же невозможно, значит, опять лет на стройках, потом, значит, опять это всё начинается, только ты, ну, там, заиграл, вот жизнь, вот опять всё, да. Я решил, что нужно покончить с этим раз и навсегда, и вышел на сцену. Конечно, клавиш я не видел, потому что, когда тут оно всё начало затягиваться, значит, там глаз уже затянулся, уже там не видно было ничего, значит, руки дрожат, ни в голове, ни в пальцах ничего нет, никакие ноты я не попадал, и никакие мелодии. Вот, и я почувствовал, что вот сейчас, значит, милиция какая-то придёт, и меня просто вот выведут с сцены или что, да, потому что, или скорая помощь приедет, или ещё что-то. Вот. И такой, значит, стыд был, вообще такой позор, но я нарочно себя, значит, гнобил, ну, так вот, как говорится, в лужу, в дна тебе, значит, чтоб ты больше, а не выходил, никогда вообще на сцену. И вот наступил какой-то момент, значит, тут есть сборничек у меня, там портрет Дюка Эллингтона, и он такой печальный-печальный, и вот он, значит, на меня смотрит. Я в этот момент почувствовал себя, значит, негром каким-то вот таким, у которого, значит, голова пинками, значит, вот прыгнули на сцену, посадили к роялю и заставили его этого-то играть. А он в жизни не видел этого рояля и не понимает, что с ним делать. И вот я себя почувствовал негром, вот таким вот, оплёванным и сбитым. И вы знаете, что? Вот в этот момент, когда я себя почувствовал вот этим вот негром, вдруг пошёл джаз. И вот так я не играл никогда, даже дома. Вот такая вот история. Игорь, прекрасный рассказ, просто требующий запечатлений в каком-то отдельном произведении литературного жанра или музыкально-литературного жанра. Не знаю. Вы сейчас не чувствуете вот это состояние, которое тогда было? Нет, ну что, это даётся большой крови. Это мне сейчас надо вот раздеть и сбить, понимаете? Ну нет. Надеюсь, что этого не будет. И джаза не будет. Ну что, я попробую. Так, ну давайте мы сейчас... Нет, на самом деле джаза — это борьба. Чёрных за своё вот мировоззрение на чужой территории. Я даже подозреваю, что чёрных стало очень много. И даже девушек там чёрных. Так, ну ладно. У нас ещё есть время, да? Да, конечно. И так, ну ладно. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...